добрый день всем я похлопать спасибо деньги на стол и большое спасибо вас было очень приятно видеть тема которой мы сегодня коснемся она сейчас прямо вот дико актуально по ряду причины и как обычно она вызывает массу всевозможных там трактовок и так далее связано это во первых с неким переосмыслением разного нашего прошлого чем это уже сегодня будем говорить ну и в общем то что я буду объяснять тега сталин как и тега путин это такая некая ключевая вещь которая сразу же вызывает определенные как бы это помягче сказать дискуссии в интернетах и и не только в основном в интернетах начнем мы на самом деле не с москвы а с парижа но сначала я покажу вам все то что не уместилось презентацию вам повезло я сделал презентацию я убил несколько часов своей личной жизни на это но вот те люди которые пишут а чего презентации было не сделать вот они сегодня будут удовлетворены на самом деле но не будут удовлетворены те кто пишут другие вещи есть логопеды кстати среди вас послали к логопеду под одной из лекций я вам сначала покажу несколько видео зарисовок значит первая видео зарисовка она относится к 1908 году называется она москва под снегом и это собственно съемка братьев патте это была известная такая фирма ну как вы знаете сниматограф сначала пришел из собственно франции но это узнаваемый пейзаж то есть собственно тут для вас ничего принципиально нового нету москва действительно под снегом а 1908 год это я с вашего позволения буду поматывать на самом деле немножечко обратите внимание вот на эти вот конструкции строения в правом нижнем углу для вас это стиральные машины того времени туда ходили люди то есть это пристани и вот там дальше основите домик там представительницы слабого пола делали эту руками и без всевозможных собственно приспособлений для этого я вот не помню покажут ли здесь заряди по моему не покажут то есть самое интересное то начинается вот справа для нас но этого как раз и не будет я это царь пушка возле нее как раз убили великого князя сергея александровича недалеко каляев значит вот такие парни как раз подавляли декабрьское вооруженное восстание в москве в 1905 году ну не конкретно эти я имею ввиду а вот вот собственно ради чего я это все дело вам показываю значит да это тверская улица значит я хочу обратить ваше внимание на несколько сразу вещей во первых обратите внимание на пдд да то есть оно отсутствует особенно меня умиляет вот этот человек он как бы там предназначен для чего то есть вот видите вот поехал я пошел как бы а мы тут поехали это не знаю на самом деле кто это скажу честно вот то есть во первых обратите внимание на ширину и он осторожно не толкни на ширину до улицы и на то как происходило движения это будет важно на самом деле когда мы будем говорить про инфраструктуру до революционной москвы то есть а вот там вот начинается камергерский переулок вот там вот вот туда вправо отходят это от от кремля стояла слушайте ну давайте еще раз я я водил там их слушать телеграф нынешний с левой стороны вот там вот мхат и все остальное вот да сзади сзади это от кремля это рынки вот охотный ряд выглядел примерно так вот то есть в самом центре москвы там были несколько рядов там был всякий там обжорный маскотельный и так далее петровский парк петровский парк вот вот еще обратите внимание на то на каких санях некоторые из них ездят да то есть это это как бы низкий клиренс да как мы сейчас сказали а сейчас поедут джипы здесь вы их увидите на сам вот поехал джип вот опять низкий клиренс а вот джип поехал ну круто естественно потому что опять таки вам сразу говорит о том какие дороги тогда были но вот это самый комфортный способ передвижения по москве до по снегу ну и сейчас тоже но я как приехавший из города герой ленинграда хочу сказать нет вот тоже зож зож посмотрите значит ну во первых какие элегантные лыжные костюмы надеты на дамах то есть опять-таки к вопросам эмансипации не хватает рыбака найка вообще всего на белом свете ведь если бы она появилась вот в таком вот особенно чего доставляет до не могли они одеться нормально да то есть равно юбку надевай дорогая ну и вот general view в москву это снято я так понимаю с колокольни ивана великого вот так вот так вот она выглядела в тот момент но на самом деле я вам как она выглядела я вам покажу еще конечно примере фотографических снимков коих у меня здесь вот это здание видите вот это что такое вот там манеж да то есть пошла никитская не диска извините вот с той стороны вот перспектива и вот обратите внимание вот видите за стеной вот там вот на раушской набережной трубы торчат они сейчас торчат это зарядье вот это вот зарядье вот он целый зиент зиент это как бы первый момент который я хотел вам показать теперь я вам хочу показать еще один ну то есть сейчас немножко таким головку по европам потом я буду вам объяснять это фильм 1938 да вот еще смотрите это уже наше время пдд да то есть хожу-ка хочу бегу хочу вообще узнали местность тогда сейчас секунд место ждали да вот дом благородного собрания это большая дмитровка соответственно посмотрите как соответственно взрывается дом и за ним оголяется следующая постройка но это художник рисует вот его не устраивает то что он рисует а дома уже нет вот такая там сатира да это вокруг нее да тут еще несколько вам будет видите оголяется задний фасад это важно вот вы даже говорите о я представляете ли людей того времени она это я как бы просто мне понравилась карнавальная ночь и посмотрите посмотрите соответственно какие силуэты да да дорогие россияне мы прожили сложный год это еще одна тема нашего беседы будет чуваку все не везет да это юмор очень смешной фильм очень смешно эти картина проверенное временем смешно да еще один отрывок значит здесь в чем смысл смысл в том что это некая презентация проекта некая такая значит диорама панорама я уже не знаю как и назвать и ее автор он не успевает и никто не знает как есть соответственно управлять и включили не правильно и сейчас пойдет обратно и посмотрите на реакцию зрителей так кто ходил на экскурсии что раньше стояла на месте думы вот церковь краски его видите нужно выйти вот это строится здание госдумы вот изначальный вид и и что то вы не смеетесь гостиница москва слева дума вот это тверская музыка как в звездных войнах просто мосты это очень важно империя наносит ответ на удар узнаете нету больше видите вдалеке там возвышается да кстати обратить внимание на площади маяковска уже тогда был задуман подземный тоннель пушкинская площадь восстания площадь восстания это какая кудринская вдалеке Ну, ой-не-ой, на самом деле, вот дом на набережной напротив Киевской, вот он с правой стороны практически такой же. Вот это, вот так выглядит, например, замоскворечье, да? Вот представьте, что замоскворечье хотелось сделать. Грим, да, но мы поговорим про неоклассику и про все остальное. Значит, проспект Ленина должен был идти от Дворца Советов через Лужники, вот, то есть вся Причистенко, Остоженко и все там далее, но вот все шло под снос. Вот это ключевая фраза, я хочу обратить на ваше внимание. Символ величия и мощи нашей Родины, Дворец Советов. Под эту музыку у Ленина должны оттуда лазерные эти вылетать. Да, да. Все. Люк, я твой отец. Так. Ну, последний отрывок я все-таки покажу вам отдельно. Ну, или ладно, давайте сразу, чтобы не возвращаться просто. Как называется? Фильм называется «Новая Москва». В это же время под руководством архитекторов Щусева и Жолтовского начались работы над проектом застройки города, известным в дальнейшем под названием «Новая Москва». Речь идет о планах преобразования Москвы еще до 1935 года. ...советский проект, в котором решались вопросы озеленения, благоустройства и декоративного оформления города. Щусев планировал сохранить историческую часть города. Он ее назвал «Золотым городом». Вот эту часть историческую. Вот, пожалуйста, вам. ...предложил схему экономико-технической интеграции Москвы. По этому проекту Москву будущего следовало развивать как центр крупного экономического района, в который вошел бы ряд городов, тяготеющих к Москве, таких как Ярославль, Верь, Тула, Владимир и другие. Ну, по сути, так оно и произошло. То есть, ну, вот эта тема с городами-спутниками, она не только наша, она, собственно, общемировая была тенденция. В то время трудно было реализовать эту схему, однако впоследствии она найдет свое отражение в организации обширной планировочной зоны... Рынок. Это Сушка, Сухаревский рынок. В 1925 году. Да, да, да. Ну, про план Шестакова я еще отдельно вам скажу. Он есть у меня в презентации. Едет трамвай. Но я поехал сразу. Площадь трех вокзалов. Уширение дезастройки Москвы. Был проведен международный конкурс. Посмотрите на количество трафика, да, на плотность трафика. Так, извините, я тут что-то нажал. Ну, ладно, не важно, на самом деле. Вот вам, пожалуйста, опять-таки, в нашем представлении есть, как будто, знаете, все на автомобилях ездят. А вот это план Корбюзье вам сейчас будет, на самом деле, которому в 2015 году поставили памятник на Мясницкой. То есть, что же предлагал Корбюзье? Он предлагал фактически снести всю Москву и вот сделать вот примерно вот так вот. Ну, я вам хочу сказать, что он примерно такой же предлагал сделать и в Париже. План Вуазен или Волза, известный его. Да, значит, Май еще был такой архитектор немецкий, тоже предлагал там свои варианты. Ну, в общем, короче, здесь суть этого видео заключается в том, что, чтобы показать вам, ну, то есть, на самом деле, тоже, видите, сетки. Люди ломали голову, как победить вот эту архаичную радиальную систему. Сейчас, что у нас там дальше? Все, зоны, зоны. А, а вот это план Ладовского. Его прозвали ракетой или параболой. Про него я тоже пару слов скажу потом. Обратите внимание. Он предлагал разомкнуть это кольцо. Человека заботила, кстати, проблема пробок. Он понимал, что вот эта круговая история, когда все стремятся в центр, она создает пробки. Ну, а теперь, собственно, приступим к... к нашим... Значит, вопрос контекста. Как обычно я говорю, у нас есть такая привычка заниматься вот этой пресловутой экстраполяцией, когда мы переносим реалии современности в прошлое. И иногда наоборот делаем. И мы сейчас, когда попадаем в Москву, нам кажется все равно автоматически, что вот, ну, собственно, вот так вот она и была. Поэтому хотелось бы начать с города Парижа. Мы, когда приезжаем в город Париж, вот тут Витя не пришел, вот ездил один экскурсант в предыдущий раз, вот Лена в прошлый раз ездила. У нас есть ощущение, что вот, собственно, по такому Париже гулял Карамзин, Петр Вяземский, Строганы. Вот как бы вот по такому. На самом деле нифига подобного. Париж, он такой достаточно одинаковый, на самом деле. Там есть, конечно, совершенно потрясающее здание, но он такой серо-бежевый и прочее. И это результаты реновации середины 19 века. Потому что перед Парижем в середине 19 века стояла колоссальная проблема. Если вы откроете роман с Юськинда «Парфюмер», то в первом, соответственно, абзаце вы прочитаете потрясающую фразу «Париж вонял». И это правда абсолютная. Но хочу сказать, что это касалось не только Парижа, это касалось практически всех городов. Понятно, по каким причинам. Хемингуэй, вот я в прошлый раз даже показывал дом, где Хемингуэй жил. Предыдущим группам не показывал, вам показал. В своем романе «The Mobile Feast», праздник, который всегда с тобой, он писал, что вот надо было выйти, это 20-е годы, да, золотые годы. Вот «Generation perdue», «Lost generation», «Потеряное поколение между двумя войнами». Он, соответственно, выходит на лестницу, и там в позе орла садится дырочка. То есть вот, пожалуйста, Париж 20-х годов. Соответственно, в нашем представлении Париж, вот он вот такой. Да, то есть это вот «Гранд опера», все такое стройненькое, красивенькое. Ну или вот, да, вот «Пале Рояль», «Тюэлери», вот здесь «Лувр» и вот эта вот прекрасная, проложена была вот эта аллея для того, чтобы Наполеон III из «Лувра» пряменько-пряменько в свою любимую оперу добирался. Тут, ну сколько там, я пешком там шел, по-моему, не помню, ну минут 10 тут идти пешком. То есть, соответственно, в карете там, я не знаю, три минуты. А вот как выглядел Париж до этого. Ну это не ужас, это реалии жизни на самом деле. Причем я вам хочу сказать, что это, опять-таки, это не какие-то задворки по современным понятиям. Это вот площади Бастилии, ну по нашим меркам, это, соответственно, я не знаю там. Сюда Астерпуховская, да, вполне. Да, кстати, обратите внимание, мостовая есть, но вот там ее уже нет. И в итоге что произошло? Значит, префект департамента Сены, Осман, он решил все это дело изменить. Значит, была же еще одна проблема. Париж — это столица всех революций, у них там сколько было-то, да, значит, самая главная их великая революция, потом Туа-Глориос, 30-е годы, в честь которого колонна на площади Бастилии стоит, потом 48-й год буржуазная революция, потом коммуна, в общем, вот, да, то есть, все хорошо. И баррикаде — это французское слово, баррикаде — это французское слово, перегораждать. И как что, они вот эти все, вот эти вот улицы, они там чепок-чепок-чепок-чепок, и все, ты не пройдешь. Поэтому он решил и с этим покончить, денег не было, на самом деле, он привлек там братьев Перье, предложил им какую-то совершенно колоссальную, с точки зрения демпинга, цену за квадратный метр, они согласились, значит, эту землю выкупить, перепродали, естественно, там с большим интересом, но Осман свою проблему решил. Вот, например, как выглядела вот эта вот аллея перед оперой. Видите, просто-напросто сносят дома. Вот это было-стало. Вот было-стало. Вот, пожалуйста, площадь Бастилии, да, то есть идет реновация. Это, ну да, это Серпуховская. Серпуховская или, я не знаю, что там, Динамо. Нет, даже раньше, чем Динамо. Вот это вообще, это остров Сите. Вот это было, вот это стало. Причем там еще был такой человек, Виоли Людюк. Вот мы приезжаем в Париж, нам кажется, что это такая средневековая постройка. Да нифига подумает, это стилизация. Вот, такие дома стояли на этом месте. Вот так вот они были изменены. С этой стороны Нотр-Дам, вот вообще, пожалуйста, пустое поле было потом застроено. Вот это святая часовня, Сан-Шапель, вот это вот, да. А вот там вот пошел Лубер. Все, естественно, вот в такими примитивными способами, но, тем не менее, строилось. То есть были просто-напросто прочерчены линии, видите, и по ним прорубили. Че там париться? Вот это были параллельные, а вот это вертикальные. Ну, это как бы древнеримская вот эта вот схема. Вот это одна из главных артерий еще с Древнего Рима осталась. Вот там идет бульвар Себастоболь. У нас многие, кто приезжает, говорят, ой, Севастопольский бульвар, а потом, когда им расскажешь, через чего он так назван. Патриотизм немножечко испаряется. Но это Крымская война. И вот Париж превратился вот в такое. Понимаете? То есть, во-первых, провели газовое освещение. Жорж Санд писал, что хоть я и ненавижу этого османа, но теперь можно хоть даже дамам гулять вечером, как бы, не боясь быть ограбленными. Появились просто инновационные вещи. Но для мужиков, естественно, только. Женщина, как мы знаем, и человек, да, в 19 веке была. Да, для некоторых она таковым осталась до сих пор. Тоже ведь была существенная проблема. Канализация стала настолько модной и популярной, что там устраивались экскурсии. Да, то есть, вот плывут дамочки, и восхищение наблюдают. Ну, а теперь мы посмотрим, чем являлась древолюционная Москва. Да, то есть, вот она, чем она являлась. Древолюционная Москва. Значит, обратите внимание, это не касается не только Москвы, это касается всех вообще городов. Реки были заставлены баржами с чем? С дровами, да, потому что надо было отапливать города. Вот оно, ваше зарядье прекрасное. Вот, вот видите, какие дома идут? А это, ну, сколько тут? 10 минут пешком от Кремля, ну, 15. Да, вопрос о том, где это было. Да вот оно, это вот Париж номер два. У кого у них? А что они с этим углем должны были делать, если бы даже он у них был? Куда они его должны были пихать? Ну, то есть, если вы в простую печку дуголь запихнете, там, да, немножко будет сложно. Это раз. Во-вторых, как бы, уголь, его надо вести из определенных областей. А дерево, оно вот тебе, пожалуйста. В-третьих, дерево можно сплавлять вот на этих баржах. Спокойно. Некоторые прямо плотами фигарили. Да. А электричество еще, спросите меня. Ну, то есть, ну, вы задаете мне вопросы. Ну, вы понимаете, что дрова были не потому, что люди дебилы были. Они умели считать деньги. Да. Дешево, быстро, сердито и так далее. Было бы выгодно торфом, все бы топили торфом, я вам гарантирую. Потом все-все-все с деревни, в деревнях русских, да, помните? На угле, да, все? Идет она, несет уголь, как бы, себе. Да, конечно, не топили, да. Вот это в другую сторону, соответственно, перспективка. Вот зарядье. Оно... Это да, это Васильевский спуск. Ну, что мы зарядье-то зовем? За рядами. За торговыми рядами. Вот это непосредственно... Что? Нет. Только что смотрели. Дума, да. Да. Это на месте Думы. Вот еще стояла еще одна часовенка, она была в пару с героем Плевны поставлена. Это часовник Александра Неского, ее тоже потом снесли. Да, да, это оно. Слева, обратите внимание, тут плохо видно, темнеет. Видите, вот стоят ряды. Охотный ряд. Вот она, ваша мирская. Прошу любить и жаловать. Видите, какая широкая улица? И прямая... Нет, это не 1079 год. В 1080 фотографии забрали. В 79-м не было. Это номер просто. А это я уже снял специально для вас вчера лично в музее Красной Пресни. Это, между прочим, 57-й год. Но я думаю, что такие и сейчас можно увидеть, на самом деле. Да. Но я к тому, что это даже еще не 30-е годы. Вы, как понимаете, для красоты, наверное, да, поставлены все брелы? Просто таки. Они съездили, они восхитили средневековой архитектурой, посмотрели, что такое контрфорсы, и решили воплотить это в жизнь здесь. То есть это такой... Нотердам на пресня. Вот, видите, мостовая какая чистая. Кусок мостовой, да, маленький кусочек имеется. Собянина на них нет. Вот прекрасную перспективу. Видите, что виднеется? Да. На Кудровской той самой площади, тогда площадь Восстания. Да, 57-й год. Продольный переулок. Военный коммунизм. Ну, короче, прежде чем об этом говорить, в общем, смотрите. В чем была, собственно, у нас проблема? Я, конечно, буду лукавить, если скажу, что Москва к 30-м годам стояла на пороге гуманитарной катастрофы. Но, в принципе, ситуация была аховая. Значит, в чем проблема? Проблема первая. Когда перенесли столицу из Петрограда в Москву, соответственно, все теперь хлынули не в Петроград, а в Москву. То есть, жуткое перенаселение города. Жутчайшее. Второе. Износ жилищного фонда. Тотальный. Его и до этого-то, честно говоря, ремонтировали, ну, как бы, скажем так. А там потом гражданская война, военный коммунизм. Ну, кому? То есть, отсутствие привычных для нас водопроводов и прочее. То есть, ну, короче, где-то 60-50-60 процентов, там по разным данным разные приводятся, значит, домов были, только были оснащены водопроводом. А канализации того меньше. Коммунальные квартиры вот эти вот, военный коммунизм, я сейчас покажу опять-таки. А? А потому что достался от бывших. Бывшие-то были счастливы в 18-м году, когда вы издали закон, который отменял частную собственность на недвижимое имущество. Вот, живете, как бы, вам спасибо. И как Шаляпин у вас обняк 18 семей. А потом он удивляется, а что это он уехал и не вернулся? Странный вопрос. Я его нисколько не защищаю, но я его могу понять. Хотя у него тоже рыльца в пушку, как бы, мы о Шаляпине поговорим потом отдельно, когда я буду рассказывать про вообще отношение интеллигенции к терроризму древолюционному. Потом, нехватка питьевой воды. Это сказалось еще до революции. Кстати, опять-таки, Басман, Господи, Осман, Басман. Осман тоже решил эту проблему. Там есть канал Сен-Мартен, который был заточен на то, чтобы снабжать Париж питьевой водой. У нас это происходило, вот, самотечная улица, да, все это самотеком текло. И в эти бензоправки древолюционные, где лошади заправлялись, люди уже ведрами воду брали, либо в бочках им доставляли на место. Но, опять-таки, бочки заполнялись там. Нехватка питьевой воды. Далее, полное отсутствие инфраструктуры. То есть, вы видели, какое движение, какой транспорт там ездит. ПДД нету. Я захотел перейти дорогу, я перешел. Все. Так, сяк, так. Я захотел поехать быстрее, я поехал. Пустили, когда трамвай, извозчики, это, знаете, как вот против Убера, да, там в Париже вставали. Вот извозчики, они тоже сначала пытались, думали, что делать, а потом они приспособили свои, значит, колеса под эти, под рельсы. И они туда заезжали, вставали на них и ехали. И в итоге трамвай, иногда просто едет, и перед ним такая кавалькада, да, из нескольких извозчиков. Вот пока они проедут, трамвай не едет. Потом пустили автобус, потом пустили троллейбус. И это был просто отодок. Вот есть такая чудесная книжка, автор Андреевский. «Посредневная жизнь Москвы. Сталинскую эпоху». Я вот всем ностальгирующим, да, кто вот мечтает, чтобы у нас это все повторилось, я-то не мечтаю, у меня не малейшая иллюзия вообще, что это было за время. Я сейчас даже говорю, даже не про все эти репрессии, нет, боже упаси. Я сейчас говорю про атмосферу того времени. Я как человек, живший в коммуналках, я как бы это все помню. И был такой стишок, вот я его взял из этой книжки. «Синячище во все тело, на всем боке, ссадина, на трамвае я висела, словно виноградина». То есть они все ездили, да, обвешанные вот этими людьми. «Прекрасная атмосфера на рынках» вот описано. «Вон барыга, парень, видный, тертый, вынес летом продавать меха. Рядом с ним, сгущая воздух спертый, баба жарит чьи-то потроха. От жаровни час трудится едкий, поварихи млеют чуть дыша. Вблизи нашатка табуретки, оборваний сбреет торгаша. Тьма бацил, холеры, оспы, тифа, смрад и вонь, башба и грабежи. Не пора ли эти рынки скифов отвезти за наши рубежи?» Это, кстати, можно отнести и к охотному ряду отчасти. Когда еще до революции там шла речь, я все время люблю эту историю рассказывать. Я не помню, то ли Гелировский об этом писал, там тоже выступал один из охотнорядцев в городской думе. И там говорили, что там бактерии. Говорят, да, да, вот такие бактерии, я вот там видел, с такими вот они хвостами там бактерии бегают. Поэтому, вот сейчас я еще тут найду кое-что, кое-чего, да. В 1927 году 58% домов не имело водопровода, 65% канализации. 65% домов не имело канализации. Электрификация – это уже дело большевиков. Так, это мечты, мечты, мечты. Вот, например, Домниковка, Домниковская улица. Узкая, грязная, как коридор вертепа, заселенная сводницами, проститутками и ворами. На каждом шагу притоны, развраты, трактир Кучерова, чайная, теремок, Ермаковский ночнежный дом, главари бандитских шайк, пойманы и расстреляны. Вот вам дореволюционная Москва. Прекрасная во всех отношениях. Там еще был один стишок про... Вот. Все в Москве так уплотнились, как в гробах покойники. Мы с женой в комод легли, теща в рукомойнике. Ну вот это, понимаете, это народный юмор, но он отражает, собственно, действительность. Теща в рукомойнике легла. Вот, это комната. Это опять-таки из музея 905-го... Красной песни. Ну да, можно сказать, музей 905-го года. Ширмочка. Вот такое тут все. Студия. Кухня коммунальная. Видите, стиральная машина Индезит на первом плане показана. Посудомойка. Все прекрасно. Ну, Зощенко, почитайте. Да, на самом деле, были ведь планы метро провести еще до революции. Там такой инженер Болинский предлагал, и в Питере, и в Москве. Вот в Москве, видите, должна была пройти линия, например, вдоль Кремля по его проекту. А, ну дальше уже все. Ну, и была еще самая последняя проблема, она не относится уже к физиологии и прочему. Это проблема эстетическая. Ну, то есть, вы видели, да, вот Москва, вот она вся такая старозаветная, бла-бла-бла, белокаменная, золотоглавая. А мы тут наш новый мир должны построить. Петербург, он на самом деле больше соответствовал, по идее, как бы всем этим большевистским историям, потому что он изначально строился по некому единому плану. Там все-таки более-менее прямые проспекты, и он такой имперский, потому что в итоге все к имперскому стилю и вернулось. Но, а, Сталин Ленинград не любил, ну и, б, собственно, столица в Москве. Поэтому надо что-то делать. И стали решать, что делать. То есть, вот один из планов, Большая Москва, то есть, про Щусевский план там скользь было сказано, а вот это Шостаковский план. Я специально хочу обратить на него внимание, потому что здесь были придуманы очень интересные такие истории. То есть, мы сохраняем жилой центр вот здесь вот. Вот такими двумя полукольцами делаем промышленные зоны. Дальше между ними идут зеленые насаждения, которые такими клиньями врываются дальше. Вот это все новая жилая застройка. И вокруг еще одна зеленая посадка, и вокруг, собственно, новая железная дорога. То есть, вот таким он. Через четыре года здесь будет город-сад. Это вот про оно. Но он, соответственно, планировал сохранить всю историческую часть. Ну и вот это вот города-спутники, то, что мы с вами уже видели. Ладовский, это, конечно, огонь. То есть, он реально предлагал разомкнуть это кольцо в сторону Ленинграда. Это как вот шутка такая. Ты где живешь? Я живу в конце Тверской. Где конкретно? В Питере. Вот, соответственно, по идее, это все должно такой колбасой идти к Ленинграду. Из Ленинграда, наверное, такой же колбасой должно было идти. И где-то в Балагом они там, наверное, встретились. И у нас был бы такой, соответственно, город, город-колбаса. Да. Но на самом деле, как бы, вот в этих идеях, эти идеи, они были не изолированы, опять-таки, от общемировой тенденции урбанистической. Просто мы сейчас туда не будем вдаваться в эти дебри. Такие планы были не только у него. Вот я всегда, когда вожу экскурсию на Красных Вородах, я показываю вот эту его станцию метро. То есть это такой портал, во-первых, в иной мир. А во-вторых, это еще отголосок вот этой параболы. Причем, на самом деле, я тут рылся сюда фотографии. Я не помню, по-моему, это на Калужской, что ли? То есть вот эти порталы, они, это завод какой-то. То есть такой без пяти минут мавзолей, да? То есть они вот очень любили вот это погружение в иное пространство изображать таким образом. Все это начиналось, конечно же, и плясало от самой главной постройки Дворца Советов. Ему мы сейчас посвятим минут пять, потому что оно того стоит. Значит, это еще строит Храм Христа Спасителя. Я хочу сразу же сказать, что есть один нюанс, который нужно учитывать. Храм Христа Спасителя строил Константин Тун. В Москве он построил еще Большой Кремлевский дворец, ваш непосредственно Московский вокзал. В Петербурге он построил пять церквей, Ленинградский вокзал. Константин Тун был одним из любимых архитекторов Николая Первого. Он угадал, когда вот шла как раз вот эта перенасыщенность к классическим стилям, стал вопрос, в каком стиле строить дальше церкви. Вот Тун предложил вот этот нео-византийский, нео-русский стиль. Николаю Первому это понравилось. Тун, соответственно, сделал прямо альбом образцовых храмов, которые разослали по всей стране архитекторы, там такие гении сидят, а им присылают типа строить так. Вот я вот был в Нижнем Ногоре, например, там есть храм, прямо на нем табличка написана, построен по проекту Тона. Это, скорее всего, не по проекту Тона, потому что я зашел внутрь, ну, это нормальная ситуация, ни бабушка, ни батюшка, они не взут ногой. Я говорю, а у вас вообще-то Тон построил? Говорю, да, вы что? Я говорю, да вот у вас табличка висит, прикинь, да? Ну, а мы-то и не знали. Я говорю, а вы знаете, что это за архитектор такой? Я им рассказал, и они, значит, с отвисшими челюстями меня слушают. Я-то думал, я у них информацию почерпнул, да, конечно, где там. По проекту Тона был построен этот храм, он был построен именно по образцовому его проекту, да, то есть был взят за основу его образцового проекта, и он был построен. Поэтому Тона ненавидели еще в эволюционной России, вся передовая, соответственно, общественность, начиная с Герцена и заканчивая всеми остальными. Когда по проекту Тона про храм Христа Спасителя сейчас не буду отдельно рассказывать подробно, там тоже масса приключений. Сначала должен был на Робьевых горах, Витберг должен был строить, но это у меня будет очередная экскурсия летом, там услышите. Когда он его построил, его как только не называли, и чернильницей гигантской, и чем угодно. Причем он же изначально был на самом деле гораздо красивше, потому что там вот эти барельефы, они были из мрамора. Вы придете в Домской монастырь, пойдите в Некрополь, там где у нас похоронены, там, не знаю, от мамы Тургенева до Солженицына, и там на задней, соответственно, стенке, там есть некие реликты от разрушенных зданий. И вот там есть барельефы изначальные, которые были на Храме Христа Спасителя. Они мраморные. А сейчас ты, когда приходишь, у тебя ощущение, вот, квартира 90-х годов, вот я помню, вот все вот такие вот железные вот эти какие-то латунные штуки непонятные. Сталин очень умело воспользовался этими настроениями, царившими в обществе. Вот это разрушает этот Храм Христа Спасителя. Значит, для чего вообще, откуда этот дворец Советов? В двух словах. Во-первых, идея его родилась в Большом театре. Сергей Миронович Киров во время своих выступлений сказал, что скоро нам... Ну, понимаете, еще инфраструктурная проблема, ведь вся эта история, она заточена под того, что... Вот мы сейчас с вами все объединились, и в стройной колонной пошли, значит, вот экскурсанты Павла Перца торжественно докладывают о достижении каких-то там показателей, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот это вот такие группы, группы, они сливаются в многотысячные толпы. Где эти толпы принимать? Ну, где их собрать, например? Вот собрание партии, например, провести? Ну, как бы, ну, нету таких площадок Индомоскова. Поэтому собирались в Большом театре, например, да? И вот там Сергей Миронович Киров сказал, что скоро нам потребуется еще гораздо больше пространства, и вот он как бы заранил, он был одним из тех, кто заранил вот эту идею некого такого глобального сборища. Идея упала на благотворную почву. Затем, в 1934 году, в сентябре, группа наших товарищей, Борис Иофан, Владимир Щуко, уехали в Нью-Йорк знакомиться с высотным строительством. Они обнаружили, что там в самом высоком здании Empire State Building при сильных ветрах из унитазов выплескивается вода. Соответственно, с этим, потом это устранили, проблему, да. Я там не был в туалете, я сразу на смотровую площадку выходил, да. Мне мой друг Женя сказал, надо идти ночью. Там действительно ночью нету этих... Нет, китайцы всегда... Нету китайцев в таком количестве. Поэтому там практически можно, такой лайфхак, да, будете в Нью-Йорке, соответственно. Но не ночью, он там допоздна работает, вечером идите, днем не идите, потому что это, ну, трэш, естественно, да. И потом эту проблему устранили. И был там еще такой Алтаржевский прекрасный архитектор. В общем, они изучали опыт строительства, ну и вообще про Сталинские высотки это отдельная история, потому что вот МИД это, в общем-то, чистой воды муниципалитет в Нью-Йорке. Вот с Манхэттенского моста съезжаете, с правой стороны он стоит. Соответственно, встал вопрос, где это строить. Собрали комиссию, там был и Станиславский, и Мерхольд, и кто-то... И вот комиссия сказала сначала, ну, давайте как бы вот в охотном ряду. Нет, не подходит. Ну, давайте в Китай-городы. Нет. Ну, в итоге, вот, да, на Волхонке. На Волхонке, да, постановили, что, значит, надо снести храм. Храм, значит, сначала взорвали, не взорвали, подтрескали все окрестные дома. Значит, взорвали второй раз. Его сначала пытались разобрать, но поняли, что они разбирать это будут до победы коммунизма. Вот, поэтому, соответственно, решили взорвать. В итоге взорвали, потом еще полтора года это все дело разбирали. Вот. То есть, видите, не такая простая вещь взорвать храм Христа Спасителя. Хорошо строили, да, на самом деле, там еще были свинцовые такие прожилки, которые это все удерживали, там была, собственно, технология. Тон-то уже, когда его открывали, то он уже был на небесах, но он контролировал стройку, жил как раз рядом, там, наискосок фактически. Строили хорошо и разбирают. Вот, видите, все сводится до такой кучи. Вот вам, пожалуйста, тягач мощностью одна лошадиная сила. Вот это Москва с как раз храм Христа Спасителя, до революционной еще. Вот там вот слева Кропоткинская станция метро была построена. Губернская гимназия как раз прямо здесь. Вот здесь гамма имени Пушкина. Вот он, гамма имени Пушкина. Прекрасные шуховские, значит, которые во время Великой Отечественной войны все разбились, но потом были восстановлены. Объявили конкурс, международный конкурс, и начали поступать в предложение. Вот это итальянский архитектор. Ну, не знаю, такой, ну и в ковчег. Ну, то есть, это вот одна часть, это спереди, это сзади. То есть, видите, такая вот махина. И обратите внимание на людишек на переднем плане. И, естественно, одной из самых главных задач было сделать зал. Зал для массовых собраний всех. Вот это внутренности по его проекту. Вот это Гельфрейх и Щуко. Ну, вот что это вам напоминает? И имперский этот, крейсер и туда вообще. Имперский крейсер? Ну, а если... Венеция. Это дворец Дожи и просто Сан-Марко, да? Чистой воды. То есть, это не венецианский стиль. Это было их такое предложение. Ну, и в итоге победил проект Бориса и Афана. Очень негодовал по этому поводу Корбюзье. Корбюзье тоже предлагал свой проект. И вообще, очень многие зарубежные архитекторы откликнулись на этот призыв, потому что они понимали, что эта постройка, ну, как бы... То есть, все. Ты на века увековечил свое имя. Корбюзье очень негодовал. Дело в том, что 20-е годы... Сейчас поеду в Иваново. Иваново это город такой, авангарда. Там очень много там и мельников, и голос построили свои дела. 20-е годы это такой пик авангарда Советского Союза, и как бы новые возможности и так далее. А тут вот начинается... Вот это что? Скажите мне это слово. Что это такое? Нет, я имею в виду... Не стиль. Вавилонская башня. Вавилонская башня чистой воды. Понимаете? Не я это сказал. Это вы и сказали. Вот это изначальный проект, но он начал видоизменяться. То есть сначала он должен был быть вот таким. Чистой воды Вавилонская башня, то есть, ну, по сути, культовое сооружение. У нас как бы очень как-то остро реагирует на то, что как бы большевики применяли определенные религиозные технологии, но на самом деле, если вы понимаете, пиар-науки не существовало, а Сталин недоучившийся семинарист. Единственное, где учили общаться с паствой, это вообще с людьми. То есть коммуникациям хоть каким-то учили. Это была семинария. Больше этому не учили нигде. Поэтому они автоматом на самом деле перенимали определенные методы. И, ну, я вот показывал в Париже, в том же самом, на истории первой Великой Французской революции, когда они вместо Бога придумали верховное существо. Устраивали в честь его праздники на Марсовом поле. А в Наттердаме там, соответственно, актрисулька Убунина есть рассказ по этому поводу. Плясала, тоже изображала себя богиню новую. То есть невозможно все строить на голом месте. Ну, просто невозможно. Людям нужны какие-то установки. То есть во что верить. То есть очень сложно объяснить американцу, который спрашивает, вот у вас в пирамиде лежит человек. Это же, ну, как бы Древний Египет. Или, я не знаю, Месопотамия. А ты ему говоришь, не, не, ты что, ты что? Это как бы вообще... То есть, понимаете, мы просто воцерковлены в эту идею, нам как-то сложно это принять. А людям, которые, ну, без этих коммунистических установок, они видят просто культовую постройку. Внутри лежит бог. С мощами. Внутри лежит бог. Как, ну, был тут Нахамон, стал Ленин. То есть для них это все равно. Это мы тут, понимаете, такие оскорбительные, да, вот это наше коммунистическо-православное чувство, да, оскорбляют. А для них нет. Они это воспринимают абсолютно, ну, трезво. Поэтому, на самом деле, это чистотный храм. Он стал изменяться. Значит, появилась статуя Ленина. Статуя Ленина, конечно, это был просто огонь. Значит, я слышал разные версии. По одной из версий палец Ленина был 4 метра, по другой 7 метров. В голове у него тоже была такая, значит, читал в нескольких источниках, библиотеку хотели сделать. Это была абсолютно инновационная вещь. То есть внутри должен был быть зал, трансформер на 21 тысяча человек. Соответственно, 21 тысяча человек, когда вы приходите, ее нужно раздеть. 21 тысяча гардеробных ячеек. Каждому дается жетончик такой специальный. То есть это, ну, как бы для нас сейчас это... А вот тогда, представляете, да? Затем скоростные лифты. Вот любого застройщика спросите, у нас сейчас в стране не строят ли лифтовые шахты выше 21 этажа. Все, что выше 21 этажа, закупаются за рубежом. Я просто как вот проработавший в СММ 8 лет и обслуживающий массу застройщиков, они мне вдруг такое сказали. Скоростные лифты. Вот вы заходите сейчас в любой ТРК, ТРЦ, в метро, и у вас так двери такой... И вы зашли. Вы зашли, а на них... И закрылись. И вы это, опять-таки, нормально воспринимаете. Это было придумано в Советском Союзе, я имею в виду. В Советском Союзе вот специально для этого. Дальше. Этот зал-трансформер, там внутри, значит, такая кавалькада из нескольких тоже залов, которые поднимались и превращались там в цирковую арену, в ледовый каток, в бассейн. Вот здесь, вот здесь был резервуар, который, соответственно, наполнял этот бассейн за 10 минут. То есть вот эта высота падения воды, она была выше, чем самый высокий водопад в мире. То есть это обратная идея, чем сухой док у Петра Первого. У Петра Первого в Хронштадте придумал, что быстро вода стекает, а потом она из другого водоема вытекает. А здесь наоборот. Соответственно, они наполняют, наполняют этот резервуар, и потом наполняют. сколько всего. Вот этот зал, разрез внутренний. То есть эта вся еще конструкция стоит на зале. Ну и, соответственно, были, видите, разные варианты и круглые, и квадратные. Всякие. Ну, это вот известные картинки в интернете ходят. Это если бы это было все реализовано, как бы это выглядело сейчас. Там были ряд сложностей. Ну, то есть в народе ходили слухи, что у Ленина будут два прожектора в глазах. Да. Что он будет вращаться вокруг своей оси. Была проблема эстетическая. То есть облака могли нависать вот так вот. И как бы получалась не очень коммунистически выверенная картина, скажем так. То есть проблемы были не только технического характера. Была придумана специальная марка стали. ДС она так называлась, Дворец Советов. Вот не пришел человек, ко мне ходил человек-мостостроитель. И он, забегая вперед, он встречал эту сталь в некоторых мостах, когда они их ремонтировали. Как она там оказалась, я вам потом скажу. Вот. Ну или вот так. То есть показывает сам на себя фактически. Я там. Владимир Ильич, вы где такую жилеточку взяли? Эту? Там. Иофан, на самом деле, который был автором этого проекта, он, это было далеко не первой его идеей поставить скульптуру на павильон. Вот это вот что такое? Да, это рабочая кохотница. Это павильон, который был сделан им для выставки 1937 года в городе Париже, в том же самом, у нас все вокруг чего-то этого города. Тогда, извините за это выражение, мерились определенными, значит, да, понятно чем, две страны, Германия и СССР. То есть идея вот этого, это вообще была иофановская идея, и Вера Игнатьевна Мухина, она ее уже переняла. Он там, ну там, есть показания его секретаря, что это как бы тираноборцы с одной стороны, и с другой стороны вот это вот, опять-таки, в Лувре, значит, это, господи, Ника, самофракийская. То есть это такой микс, опять-таки, классических историй. Вот были эти два павильона, вот так вот они выглядят. Там была очень интересная история, в том, что сначала скульптуру ее не устанавливали. Даш Пейер, это личный архитектор, фактически, Гитлера, он, вот этот павильон, то есть он достаточно громоздкий, и там такой орел, он, видите, то есть орел достаточно маленький. И когда вот был вот этот павильон, они сказали, а, мы их победили. А потом притаранили, соответственно, собрали вот эту вот конструкцию. Она не выше, но, понимаете, поскольку она металлическая, она блестит на солнце, и она все равно доминирует. Марис Торрес подошел к Мухиной и сказала, мадам, вы нас спасли. То есть никто не хотел, чтобы фашизм доминировал над Парижем. Он, в итоге, потом доминировал. Они никуда от этого не делись, бравые защитники Стального города Парижа. Ну и потом это уже проект на Воробьево-горах высотки, то есть отголоски, вот, не реализованы этого Дворца Советов. Там, где сейчас библиотека. Это здание МГУ. Изначально его проект. Многие проекты там было. Естественно, их было много. Но вы видели, что даже Дворец Советов и Афана, он его крутил, вертел несколько раз. Это было планировали дедушку Ленина. Он как-то не писал свои проекты. Ну, дедушку Ленина эксплуатировали. Он кормил, значит, кто там этот, не Мордвинов, господи, забыл. Его вот этот вот маленький гранитный на Тверской площади перед зданием архива стоит. Из Солюкова забил фамилию. Скульптор, он говорил, что это был наш хлеб. Ленин кормил скульпторов, художников. Потому что сделал пару Ленинов. И вот уже, в принципе, нормально. Да, жизнь удалась. Начали строить. Начали его строить. Выкопали огромный котлован. Почва была ужасная. Вообще, мостостроители Москвы, они проклинали московскую почву. Я думаю, ленинградские их не поймут. Потому что все опознается в сравнении. Была применена так называемая забутовка. Не забутовка, господи. Битумом пропитывали котлован. Внизу проложили асбестовые плиты. Сверху скапливалась вода на них. На этих плитах. То есть там, собственно, так называемый бассейн уже тогда был. Но не построили Дворец Советов. Я сейчас не буду подробно рассказывать про него. Потому что иначе мы вообще никуда не злинемся дальше. Не построили его. Значит, в первый момент началась Великая Отечественная война. Хотя вы видели все. Вот в фильме вы видели. Все было подчинено этой идее. Все. То есть весь дальнейший план он плясал от этого Дворца Советов. Началась война. Потом одна из версий, что денег не хватило. То есть масса. Самая умилительная версия это, что Сталин во время войны стал очень дико православным. И, соответственно, лампадка горела в Кремле. Ну, в общем, масса всяких интересных версий. Я слышал одна, другой правдоподобней. На самом деле, дело в том, что ведь этот Дворец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире. И, естественно, высший эмпайр стелл билдинг. Потому что вот это догоним и перегоним Америку. Это вот краеугольный камень нашего бытия. Что до революции. Это, кстати, слоган не советского времени. Это когда Америка стала зерно гнать дешевое. А потом, соответственно, керосин. Вот уже тогда это все родилось. Мы победили в войне. И дело в том, что было два пиковых момента, когда Россия была на коне. Это после победы над Наполеоном и после победы в Великой Отечественной войне. То есть у нас была реально объективно самая мощная армия в мире. 48 часов. И мы, соответственно, в Ла-Манше, например, в Испании на кориду посмотреть. Все это прекрасно понимали. И, в общем-то, уже не надо никому ничего доказывать. Поэтому, возможно, Сталин подумал, может быть, вместо одной большой 8 поменьше. Ну, потому что небоскребы все равно нужны. Алтаржевский, этот каркас, его разобрали. Дело в том, что Донбасс захватили, угля не было. Уголь пришлось ввести с других мест. Понадобились рельсы и, самое главное, мосты. Вот туда пошла эта сталь. Вот эти балки. А все, что поменьше, пошло на ежики. Я тогда, вы знаете, был на Тишинской площади только что и видел... Я забыл фамилию этого человека, но там висит мемориальная доска человека. Там написано, придумал автору противотанкового ежа. Видите, как полезно гулять по городу Москве. Я не знал. Ну, то есть, я догадался, что наверняка у него есть... Да-да-да-да-да-да. Все, не осталось ничего. Котлован. После войны там детишки на плотах катаются. А потом решили сделать бассейн. Вот он существовал в самом центре Москвы. Этот бассейн. Зимой. Спасались. Дело в том, что там были душевые кабины. А вокруг коммуналки. И все сразу стали заядлыми полосцами. Все ходили туда, но ходили мыться, на самом деле. Ходили тупо мыться. И спасалась вся округа. С другой стороны, вот эта вся история, тем более хлорированная, она не очень хорошо отражалась на том же самом гомеиме Пушкина. Но это как Петровский каждый раз, когда концерт на Дворцовой площади, и вот эти вот низкие частоты. Бум-бум-бум. Это не очень хорошо сказывается на карте. Эрмитаж это понятно. Там балки не менялись с 1937 года. Там пожар был, его восстановили, и все. Вот эти балки, они до сих пор там. Представляете, да? То есть это на самом деле проблема. Ее не озвучивают никому, но такая проблема существует, что Эрмитаже нужна реновация. Ну а как вы ее проведете? Он существовал до того, как его, соответственно, засыпали. И вот это вестиж, господи, реликт, остаток, остаток, да, Кропоткинская, изначально станциями Дворец Советов. Вы когда приезжаете на Кропоткинскую, вы обратите меня, что там вестибюль больше, чем все остальные станции. Потому что это вот вы приезжаете, и стройными колоннами поднимаетесь во Дворец Советов. Архитектор Душкин получил два приза за павильон и за проект станции, значит, в Нью-Йорке и Брюсселе, по-моему, если не ошибаюсь. Все. И сейчас скажу крамольную вещь. Крамольную вещь. Две крамольных вещи. Первая крамольная вещь касается того, что мы смотрим на вот эту мандулу, и нам кажется, божечки-кошечки, как возможно. Но, понимаете, у нас, например, вот Москва-Сити. И мы как-то уже, ну, нормально, то есть, ну, Москва-Сити и что. Или высотки сталинские, опять-таки. Мы их воспринимаем уже как неотъемлемую часть городского рельефа. Поэтому я не исключаю вариант, что если бы эта штука была построена, и она была бы объективно самой крутой вообще вещью в мире на тот момент, потому что это же не просто, это целый комплекс там, то есть, инженеры, ткани специальные делались под это, понимаете? Были километры этих полотен живописанных. Должны были там просто. То есть, погонный метр просто, картина, да? Понимаете? Ну, и, в общем, это, по идее, вообще бы простимулировало, может, все остальное. И не исключено, что это было бы очень круто, на самом деле. То есть, вот оно стояло бы, и вот мы сейчас смотрели бы и говорим, да, где встречаемся? А, у дворца советов там вот, у входа. Сейчас бы там обязательно какой-нибудь устроили, там, не знаю, галерею современного искусства, там арт-пространство, 68 коворкинговых пространств, там, я не знаю, еще что-нибудь, школа современной пьесы, да, в голове у Ленина штаб Навального был бы, ну, и, как бы, то есть, ну, нашли бы, я думаю, применение. Вторая крамольная мысль заключается касаемо бассейна. Читал у одного прекрасного краеведа, колонного, что вот, вот это вот лужа мочи, значит, в самом центре Москвы. Мне все время хочется сказать, а что плохого в бассейне в самом центре Москвы? Это прекрасно, на мой взгляд. Это замечательно. Вот Зарядя построили, слава богу, товарищ Собянин, а не Лужков, да, этим занимался. А то бы была бы у нас очередная красивая стеклянная бизнес-центра. Вот. А так вот построили прекрасное общественное пространство. То есть, я не нахожу ничего криминального в том, что там был бассейн. Опять-таки. То есть, вот я не нахожу криминального ни в этой штуке, ни в бассейне. Ну, и в храме я тоже ничего криминального не нахожу, как это не про... Кажется странным, да. Восстанавливали храм с некоторыми дополнениями к проекту Тона. Он не планировал там подземных гаражей и всего остального, но... Банкетные залы. Банкетные залы он тоже не планировал. То есть, масса всего он не планировал, да. Но РПЦ эволюционирует. Да, и, соответственно, идет в ногу со временем. Ну, это мое личное мнение. Я его никому не навязываю вообще, как и любое, как вообще все то, что я вам сообщаю. Едем дальше. Вот это мне прислала одна из моих экскурсанток ВКонтакте. Это 49-й год, то есть еще была идея, да? Ну, круто же, на самом деле. Понимаете? Другое дело, что ради этого пришлось бастоженку снести. И вот тут начинается вот это... Хочется и колется, да? Там все, там бастоженку по другой теме должны были расширять. Я потом... А? Да. Но еще одна крамольная мысль. Современные автомобилисты должны сказать большое спасибо Иосифу Виссарионовичу. Потому что если бы не вот это все, если бы вот Тырская была бы вот... И все остальное, то я... И Садовое кольцо, и так далее, и тому подобное, то я боюсь... Вот вы сейчас выйдете и попадете на Кутузовский проспект. Это что? Это одна из частей реализации реконструкции Москвы 1935 года. Дальше еще... Дальше еще... Сейчас, быстренько, быстренько. Часть нереализованных... Вы живы, да? Да. Часть нереализованных проектов. Значит, здание наркоматяж-пробы, наркомат тяжелопромышленности, от Джаникидзе. Его взглавлял ближайший соратник Сталина. Значит, напротив Кремля, на месте верхних и средних торговых рядов. Вы, кстати, задумали, что есть верхний и средний, а нижних нет. Вот они как раз вот в той части были, где вот это самое зарядье. Брать объяснены. Например, вот такой проект был. В разных вариантах, вот, чтобы вы понимали масштабы. Ну, опять-таки, но по сравнению с... Не-не, здесь нету, Иван. А есть мельник? Есть мельник. Я сейчас покажу эти, да. Вот это проект Ивана Леонидова. Ну, на самом деле... Ну, плохое разрешение, извините. Ну, на самом деле, опять-таки, чуть-чуть и москусите. То есть, система башен... То есть, представляете, насколько человек опередил свое время? Вот. Да, дирижабли подплывают прямо, паркуются, да, как бы туда. Футуристическая, абсолютная история. Но мы смотрим... Вот отдельно этот проект вообще никакие отторжения не вызывает. Да, вопрос, как бы, с локацией, но, как мы понимаем, после их Дворца Советов... Но, видите, с другой стороны, совершенно другая эстетика. Она не корреспондирует с эстетикой Дворца Советов. Совершенно другой стиль. Вот это Меликов, про которого вы упомянули. Меликов тогда уже был в загоне. Ну, я водил уже два раза экскурсию по Арбату, показывал его дом. Если бы Меликовский проект был осуществлен, это выглядело бы вот так. Скульптурки тоже немаленькие. Ну, опять-таки, понимаете, здесь Меликовский, тут дальше должна была быть восьмая высотка, то есть там, как бы... Конечно, конечно же. Вот это Мардвиновский проект наркомпатежпрома. Вот это он же. Это один из тоже его вариантов. Вон, видите, какая идет дальше широкая улица. Это Фомин, Илья Фомин, мастер неоклассицизма. Он у нас построил вот рядом с Лубянкой этот дворец Динамо. А это проект, по-моему, Щусева, если я не ошибаюсь. Ну, если я ошибаюсь, меня поправят в комментариях. Ну и, собственно, в заряде должна была стоять самая главная восьмая высотка. Чичулин ее должен был строить, но не срослось. То есть ее закладывали вместе со всеми остальными высотками. Их заложили в один день. Все. Вот это она же. Вот, вот видите, прямо. Где она? Вот я, когда вам показывал... Помните, вот эта фотография? Вот, вот эта вот часть. Вот эта вот часть, она была на Васильевском спуске. Видите, это проект нового моста. Вот это старый москворецкий мост. Вот, это я специально воткнул. Здесь же. Еще, ну, буквально сейчас быстренько про несуществленные проекты. Здание аэрофлота того же самого Чичурина должно было стоять рядом с белорусским вокзалом. А нам ничего не напоминает? Белый дом. То есть, он эту идею таки реализовал. Аркогероев. Это уже архитектор Павлов. Был объявлен конкурс уже во время войны на монумент в честь защитников Родины. Не оговаривалось, в каком виде он должен быть. На самом деле. Вот Павлов предлагал такой вариант установить на Красной площади. И видите, все равно, вот они все равно, все, все архитекторы, они все в голове держат. Держат вот эту историю. Наркомат Руднев несколько в ином виде был реализован в итоге. То есть, видите, такая гигантская арка планировалась. Ну, дом книги уже по сравнению с предыдущими проектами как-то скромненько. На Тверской планировали построить тоже. Да, и еще один момент. Значит, обводнение Москвы. Ведь на самом деле, вот Химкинское водохранилище, опять-таки, спасибо товарищу Сталину и всей группой товарищей, которые этим занимались. Значит, в чем была проблема? Река Москва, она, во-первых, была мелководная, грязная, кстати, на самом деле. И для того, чтобы туда Сталин мечтал, чтобы подплывали аж эти. Как их морские лайнеры туда заходили. То есть, система рекоканалов новая. Для этого нужно было спрямить. Вот, например, вот эта вот часть. Вот это вот ЦПКО имени Горького, парк отдыха. Вот здесь планировалось, чтобы вот это вот все не совершать. Андреевский канал называется. И второй план, соответственно, вот здесь вот. Соответственно, вот это Киевский вокзал. То есть, это уже не очень далеко от того, где место, где мы находимся. И видите, вот здесь прямо красными, красными линиями нанесены, нанесены изменения. Новокузнецкая расширялась. Вот Ордынка. Я сейчас, вот это важно. Я вам сейчас покажу просто остатки плана. Просто прорубалась. Видите? Главная магистраль. Некоторые так и назывались, новые магистрали. Планировали замкнуть бульварное кольцо. Оно же на самом деле не кольцо, оно же подкова, да? Оно же полукольцо. Вот планировали его заткнуть. Ой, заткнуть. Замкнуть. Солянка вот так вот расширяется. И здесь идет тоже широкий проспект. Ну и вот, вот, видите, от Дворца Советов идут новый проспект. Ну, его планировали назвать или проспектом Лича, либо Ленина. Новый Арбат был реализован. В итоге. Арбат тоже планировали расширить. А Арбат и Тверская до расширения одинаково? Арбат и Тверская ширина Тверской была примерно 18 метров. Была применена совершенно чумовая история с передвижкой домов, но я вам хочу сказать, что передвижка домов это вещь совершенно не в Советском Союзе придуманная, впервые реализованная. Сначала это вообще почти наш товарищ. Передвинул колокольную в Италии еще тогда. И, в общем-то, дома передвигали. Другое дело, что никогда не передвигали такие огромные дома. И в 30-м году или в 31-м, не помню, значит, в Индианаполисе телефонная компания Bell передвинула 11-тысячную тонную телефонную станцию. Причем во время этой передвижки не прерывалась работа этой станции. То есть она продолжала работать. Подводили... Нет, хороший вопрос. Подводили специальные гуттаперчевые, ну, в общем, резиновые из определенного материала трубы подключали. Коммуникации тоже работали. Очень круто, да. То есть... И вот здесь прямо весь этап. когда наши парни узнали, что там 11 тысяч тонн, ну, естественно, нам же все... Надо же больше. Что такое 11 тысяч? Давай больше. Вот Тверская улица, вот смотрите, соответственно. Вот ее... Очень хорошо видно. Вот ее изначальная ширина. А вот насколько ее расширяют. Как это делали? Значит, во-первых, я сейчас покажу старую карту. Во-первых, Тверская улица, она сейчас не совсем вот прям идеально прямая, а тогда она была вот такая вот. Поэтому ее нужно было спрямить. Часть домов сносилась, а часть домов передвигалась. На самом деле. Кстати, по поводу Тверской улицы, вот опять-таки, если говорить про все вот эти дореволюционные истории, хочу вам прочитать буквально короткие стихотворения. Прощай, свидетель, падший из славы Петровский замок. Ну не стой, пошел уж стол, уже столпы заставы белеют. Вот уж под Тверской вазок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды. То есть вот дворцы, огороды. Купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины, моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Это Пушкинская Москва, но к концу 19 века она не шибко-то изменилась. Ухабы остались, кое-какие огороды тоже остались. Да, то есть вот вам, соответственно... Ну а что касается вот этой истории, возле Каменного моста, где течет Москва-река, возле Каменного моста стала улица Уска. Там на улице заторы, там волнуется шофер, ох, вздыхают постовой, дом мешает угловой. Сема долго не был дома, отдыхал в Артеке Сема, а потом он сел в вагон и в Москву вернулся он. Вот знакомый поворот, но ни дома, ни ворот. И стоит в испуге Сема, и глаза руками трет. Дом стоял на этом месте, он пропал с жильцами вместе. Гениальная рифма у Барто. Где четвертый номер дома? Он был виден за версту, говорит тревожно Сема постовому на мосту. Возвратился я из Крыма, мне домой необходимо, где высокий серый дом, у меня там мама в нем. Постовой ответил Семе, вы мешали на пути, вас решили в нашем доме переулок отвезти. Поищите за углом и найдете этот дом. Сема шепчет со слезами, может я сошел с ума, вы мне кажется сказали, будто движутся дома. Сема бросился к соседям, и соседи говорят, мы все время едем, едем, едем 10 дней подряд. Ну вы видели, да, вот этот отрывок. Тихо едут стены эти, не бьются зеркала, едут вазочки в буфете, лампа в комнате цела. Вот важный момент, не бьются зеркала и лампа в комнате цела. Дело в том, что из-за этого делались просто пиар-акции. Значит, в чем это заключалось? Ну, во-первых, когда передвигали Савинское подворье, вот я все, мне под Тверской, там никак не сделать вам экскурсии, конкретно под Тверской, там же, если зайти во двор направо, если от Кремля идти, там Савинское подворье, которое было не 11 тысяч тонн, а что-то там в три раза больше. Да, оно было заселено людьми, там были коммунальные квартиры, и там начались какие-то ремонтные работы. Они говорят, что это такое? Да, ремонтируем тут, ремонтируем, ремонтируем. В общем, пока в какой-то определенной ночи, когда они спали, их и передвинули. Передвижка осуществлялось следующим образом, подпиливали на самом деле фундамент, все это укрепляли специальными балками, там есть специальное название, сделали, соответственно, специальный настил под передвижку с рельсами и поддомкрачивали, и потихонечку, потихонечку, то есть вы представляете, как это нужно было сделать единомоментно, единовременно, чтобы все не потрескалось? И перевозили их. И вот была такая история, что одна девочка сложила, соответственно, из кубиков какую-то фигурку, проснулась, а фигурка стоит. Вот, про зеркала и лампы, да? Еще они делали тоже, ну вот, видите, это поменьше домики, это уже как-то несерьезно. Да, да. А вот, кстати, этого я не знал, это передвижка 78-го года, сытинская. Видите, тоже двигают. Просто, понимаете, подвинуть дом дешевле, чем снести и построить новый. Вот в чем проблема. или вот. Не знаю. Если кто-то видит это видео и знает где, напишите в комментариях. Еще была такая история, они дома строили за старым домом. Этот старый дом разбирали, ставили фасад. в какой-то определенный момент, вот вы видели, помните, я вам показывал кадры, да? Они всех приглашали, камеры, фотографы, взрывают фасад, открывается новый дом. Все в ауте. Вот прям как вот там. Значит, что мы можем видеть, некоторые детали покажу из неосуществленного, но планируемого. Значит, я уже миллион раз водил там экскурсию. Вот смотрите, большая ордынка. Видите, да? Видите мост? И она как-то сбоку, сбоку, сдвинутая. Видите, здесь такой треугольник идет. Вот это как раз, ну, немножечко не соответствует ширине, самую капельку. Вот как раз вот здесь вот она и должна была пройти, вот эта магистраль по ордынке. То есть все к чертовой бабушке должно было быть снесено. И, если мы посмотрим дальше, вот по этой большой ордынке мы идем, вот здесь находится такой русатом, раньше называлось Министерство Средней Промышленности, чтобы никто, типа, не догадался, что там они верны. Видите, оно отодвинуто от ордынки, от большой ордынки, извините. Это как раз реликт, реликт вот этого проспекта. Уже ориентировались на его ширину. А вот здесь дом писателей в Лаврушинском переулке, вот здесь Третьяковка, он тоже, вот эти скверы, они не для красоты. Сквер Шмелева и так далее. Он ориентируется на бульварное кольцо, которое здесь должно было пройти. То есть, его уже строили по оси этого бульварного кольца. Вот это вам одни из, буквально, парочку, но просто я, поскольку там экскурсии вожу, я вам об этом, собственно, и сообщаю. Из того, что осталось. да, и у меня на самом деле есть еще целое, нет, естественно, таких свидетельств, но у меня сейчас целая пачка всевозможных сейчас, фотографий, их огромное количество, я их, как бы, скачал, были цело агитационные просто, альбомы выпускались, вот видите, пока, колхозная площадь, это, кстати, где колхозная площадь, вот эта, это сушка, назывался рынок, у Сухаревской башни, Сухаревскую башню снесли под эту лавочку, ну и так далее, вот, пожалуйста, улица Горького до революции и после революции, специально показывается, ну и так далее, то есть, огромное количество вот этого всего, на самом деле, я вот эту презентацию на самом деле загружу на Яндекс.Диск и ссылку оставлю внизу, то есть, кому интересно, скачают и в принципе, вот эти все фотографии я тоже закачаю и можете скачать, посмотреть, сейчас, чтобы время просто не терять, как бы, ну и так уже полтора часа тут сидим, подводя итог всему вышесказанному, значит, во-первых, вы увидели, что идея реконструкции Москвы на самом деле, она не нова относительно общегородского развития, дело в том, что вот эта архаичная радиальная система, она ведь везде, она в Париже, она в Амстердаме, она во многих городах, то есть, все города, они вот так вот, только те города, типа, там, не знаю, Филадельфия, Нью-Йорка или Петербурга, которые строились с куста, да, вот, вот они уже имеют, наверное, или Вашингтон тот же самый, вот они уже имеют планировку, приспособленную под современность, а эти все города, они были не приспособлены под современность, поэтому в Париже все машины покоцанные, все, абсолютно, и они на это не обращают внимания, потому что они вот могут, когда парковаться, они могут подтолкнуть, да, вот мы наблюдали прекрасную картину, да, в Париже будучи, то есть, это для них нормально, потому что, ну, некуда, негде, некуда машину поставить, я там показывал улочку, да, которая шириной, вот, меньше, чем эти два стула, поэтому, это не было, скажем так, ни нашим изобретением, ни только нашей потребностью, это была тенденция общемировая, на мой взгляд, на самом деле, если бы этого было не сделано, ну, вдруг, по каким-то причинам, сейчас бы был просто трындец, тотальный коллапс, который заключался во всем, начиная от коммуникации, заканчивая до всего остального. Второе, дело в том, что сталинская эпоха, она жестока и прочая, и я бы не хотел там жить, безусловно, возможно, кто-то другой хотел бы, я бы нет, но были элементы воздействия на ряд специалистов, то есть, если ты что-то плохо построил, спроектировал, или так далее, то тебе будет не выговор, не лишение премии, тебе будет в лучшем случае прекрасная поездка дальняя, а в худшем случае, да, высшая мера социальной защиты. Поэтому сталинские постройки до сих пор очень ценятся на рынке недвижимости. К сожалению, когда начал вводиться этот сталинский ампир, там появились анахронизмы, анахронизмы, как вот, например, ну вот, окно открываешь, у тебя колонны, ну, зашибись, ну, то есть, как бы, вот, то есть, это кризис еще, еще вот, древолюционный, вот Стасов, вот, у нас есть прекрасное в Петербурге строение, на конюшной площади, там, в церкви, где Пушкин отпевали, там, как раз, окно и колонны, то есть, их было и убрать, но это дань стилю. Есть такие моменты, но во всем остальном, это была прекрасна, и была, и есть, и будет, прекрасная архитектура, красивая, добротная, стильная, и олицетворявшая, самое главное, она олицетворяла смысл страны, то есть, как бы мы сейчас сказали, месседж, месседж всем был понятен, абсолютно. И в настоящий момент, все эти высотки, все остальное, они являются неотъемлемым атрибутом столицы нашей Родины, точно так же, как не являются неотъемлемым атрибутом, там, не знаю, как-нибудь Эфелевая башня в Париже, все опять-таки меня, в ту степь меня, значит, тянет. Другое дело, что под эту лавочку было снесено огромное количество церквей. Ну вот, на Мясницкой не осталось ни одной, фактически. А было их там, если считать то же, что Трехсветительскую у Красных Воротах, было пять. На одной только Мясницкой. Тут, опять-таки, была определенная, естественная, идеологическая подоплека, потому что считалось, что это атовизм вот этого белогвардейческого и всего остального, и что, если их оставлять, то это будут очаги, вокруг которых будут группироваться, да-да-да, вот буквально, то есть, вокруг которого, в которых будут группироваться будущие, соответственно, оппозиционеры. Поэтому их снесли не все, слава богу, многие остались, но вот именно под вот эту лавочку ушло масса памятников. Одна из самых жесточайших потерь, это, конечно же, Сухаревская башня, то же самое, и так далее, и тому подобное. Но, как мы видим на примере Парижа, там с этим никаких сантиментов не было. Нарисовали, прорубили, все. Хотя, казалось бы, прогрессивные люди и не каются, и не икаются им, и они не каются, и им не икаются. То есть, опять-таки, понимаете, все познается в сравнении. Поэтому моя задача была вам показать какие-то основные тенденции, и чтобы вы, может быть, относительно по-новому посмотрели на город, в котором вы живете. И я надеюсь, что теперь, когда вы будете ходить, вы, может быть, более внимательно будете смотреть на то, что вас окружают, и искать, выискивать вот эти вот остатки, наметки, и вот того, что было реализовано, того, что не было реализовано, поверьте мне, это крайне интересно, увлекательно и так далее. Значит, в конце хочу сказать, что, во-первых, я не знаю, будет ли у меня до апреля что-нибудь лично у меня в Москве. У нас будут мероприятия с Егорушкой, во-первых, в 16-18-ом это у нас фестиваль «Цифровая история». Дальше у нас будет такой тур-тур-тур, в апреле, который мы будем заканчивать 7 апреля в Москве, в Измайлово, у нас будет лекция-концерт Егор Яковлев будет выступать. У нас будет первая часть это лекция, вторая часть это будут песни Егорушки в «Но». Они такие на историческую тему, и он будет объяснять исторический контекст. Песни абсолютно потрясающие, я не любитель этого стиля, но они очень хорошие. Значит, это будет 7-го числа, все будет объявлено дополнительно, что касается Москвы. А вообще у нас будет 31-ая, получается, Нижний Новгород, потом мы едем Пермя, Екатеринбург, Уфа, Казань и вот Москва. Далее, 2-го марта и 3-го марта, 2-го марта в Москве в Powerhouse, 3-го марта в Нижнем Новгороде Павел Перец с группой Товарищей танцуют на сцене в перьях и в лосинах и стрингах, да? Повышаем аудиторию, расширяем аудиторию. Но на самом деле там у нас будет как и под гитару и как не под гитару, то есть приходите, просто такой неформальный вечер, это не концерт в чувственном виде, это вот как бы такое интерактивное действие. 2-го марта Powerhouse. Билеты, кстати, дешевле, чем сюда. Кстати, о птичках. Вот. И это уже для интернета аудитории 23-го февраля я в городе Иванове читаю лекцию, она будет записана «Концептуальное предстояние Петербурга и Москвы». Да. А в Петербурге у меня, соответственно, в два грядущих воскресенья неизвестны Невские первая и вторая часть в 15.00. Это вот, да. Вот это все, что я вам хотел сказать. Если кто-то из посмотревших в интернетах эту лекцию захочет меня вас благодарить, только после лекции делаю все реквизиты, там можете заслать мне 16,5 рублей. Я буду безумно счастлив от вашего внимания. На этом все. У вас есть какие-то вопросы ко мне? Да. А вот бензоколонка, которую вы напоминаете «Бензоколонка» это автор «Душкин». Бензоколонка это автор «Душкин». Это еще один из... Ее хотят снести. Ее передвинуться с потеркой. Уже хотят передвинуть, да? Ну, то есть, на самом деле, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что это потрясающий атовизм эпохи Ордеко. Мы постоянно наблюдаем там очень интересных людей, которые заправляются вплоть до... Я не помню, с кем я ходил тогда, экскурсию водил, так и кавалькада мужиков в черных одеждах на мотоциклах с колясками таких 10 штук одинаковых абсолютно. Вот просто как из голливудского боевика такие подъехали. Какие-то даже мы... Ну, это даже не ФСОшники, я даже не знаю, а может и ФСОшники. А вот предположение, что это охрана вообще ХСС. Возможно. Ну, я не знаю. Опять-таки, кто знает, меня разные люди смотрят, может, напишут. Да. Какие еще есть вопросы? Вы не в курсе, Рим также выпрямляли глобально, как Париж? Про Рим не скажу. Но, учитывая понты и стремление Муссолини, я хочу... Я допускаю, что у него были определенные мысли на этот счет. Но! Муссолини, в отличие от других ребят, он же питался, питался вот этим всем. То есть, он исторически, он мечтал возродить древнюю Римскую империю. Поэтому он взял себе на вооружение этот пресловутый символ фашина. Он долго думал, какой символ взять, придумал эту фашину. Фасцию. В искусствоведении она правильно называется. Отсюда наименование партии фашистская. То есть, фашизм – это итальянское явление. Нацизм – германское. Потом они сплелись, но изначально они очень сильно отличались. Ну, как изначально? В смысле, нацизм родился позже, естественно, чем фашизм. Но фашизм и не было ни росоведения, ни антисемитизма, ни вот этого всего дерьма там не было. Да. Если масштабы сравнить Парижа и Москвы реконструкции, что серьезнее? Серьезнее, конечно, московское, я думаю. Хотя, хороший вопрос, на самом деле, я думаю, если брать по именно если брать по реализованности задуманного, то Париж, конечно, опережает, потому что там вот все, что они задумали, оно и было реализовано. В Москве было задумано много, реализовано не все. Но если брать по количеству проложенных улиц, по количеству организованных площадей, по водопроводу, водохранилищам и прочим, я думаю, это мое мнение, Москва опережает Париж. Если бы это было все довезено до самого конца, то можно было бы сказать, что аналогов этого во многом нет. Да, можно было бы сказать, что аналогов нет, но вы еще не забывайте один важный момент, все-таки Париж реконструировался в середине 19 века, а Москва позже. И вот точно такая же история, в Париже вот эти все бульвары, они стали моментально самыми модными вообще местами для прогулок. Вот моя любимая картина Камильи Писсаро висит в Эрмитаже, бульвар Монмартер, с которой у меня началась любовь к импрессионистам. Вот, как бы все любили там ходить, гулять и все такое прочее. Так, все, вопросов нет? Да, вот. Откуда, получается, можно взять эти фотографии? Это архивы какие-то, или это частные коллекции, или это, может быть, от кинохроника какая-то? Вот где это? Фотографии какие? Ну, например, там, старая Москва, например, что там было? Есть очень сложный алгоритм, вы открываете Google, я, я его освоил после многих лет жизни своей, вы открываете Google, и есть еще потрясающий сайт, называется PastView, view без E на конце. Значит, PastView, туда залезаете, и там прямо точками отмечено, смотрите, и там вот старые фотографии, они вот с конкретной точкой, как это выглядело до и после. Внутри вопрос, а откуда в Google появляется все фотографии? А откуда в интернете все появляется? Благодаря добрым людям, понимаете? Благодаря тем, кому... То есть, это вот какие-то личные архивы? Есть личные архивы, вот опять-таки, по опыту смотрения фотографий на PastView, я могу сказать, что кто-то личные фотки выкладывает. Есть фотографии, которые просто когда-то где-то кто-то где-то выложил, и они потом пошли гулять и прочее. Потому что изначально это все, конечно, было... Ну, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда вы это берете и, допустим, в печатную продукцию выпускаете, но для этого нужны фотографии большого разрешения. Они и такие сейчас есть. Но у подобных фотографий, как правило, уже истек этот срок авторского права, да. Просто некоторые из них, возможно, принадлежат какому-то городскому архиву. У нас вот есть, например, фотографии Карла Буллы в Петербурге, которые... Часть из них вы мимо городского архива никак не пройдете. А часть, пожалуйста, есть в общем доступе. Ну, и чего же тут говорить? Вот я когда книжку свою печатал про русско-японскую войну, да, кстати, будет переиздание ее, издательство Яуза занимается этим вопросом. На сайте библиотеки Конгресса США все эти карикатуры в свободном доступе, они не обременены никаким авторским правом. Вот в таки 64 гига... не гига, это их мегабайтов тифы там лежат. Бери, печатай. Я вот, собственно, этим и воспользовался. Да, да. Откуда мнение, что Сталин не любил Петербург? Откуда мнение, что Сталин не любил Петербург? Это либеральная байка Павла Перца. Ну, я просто предваряю, так сказать, комментарии. Какие-то высказывания? Целый комплекс, на самом деле, свидетельств этому, как прямых, так и косвенных. Надо сказать, что Сталин после того, как он переехал в Москву, в Ленинград прижал один-единственный раз. Как вы думаете, когда? Не на похороны, а после убийства Кирова. Они приехали всей своей шайкой и лейкой. Все. С тех пор он как бы... Ну и судьба послевоенного Ленинграда, когда был закрыт, просто фактически разрушен Музей обороны Ленинграда, когда были расстреляны вся верхушка НКВД, благодаря которой там город выстоял и прочее, прочее. И всячески, ведь, понимаете, это для нас и часто блокада ого-го, а в 40-х и 50-х годах при жизни Сталина блокада это была лишь часть такая общей канвы повествования. То есть старались эту тему не педалировать, чтобы не показать... то есть блокада на самом деле это проблема управленческая. Вот и все. Я забыл фамилию этого человека, блокадник, писал книжку, он посмотрел темы заседаний значит... как он тогда назывался, горсовет, Лена с полкома и так далее. Что они там обсуждали перед войной? Вот все что угодно, но только не проблема там продовольствия и так далее. Поэтому так вот. Еще вопрос. А Минск, он специально сразу строился вот с перспективой на будущее массовое заселение? Слушайте, по поводу Минска я вам не скажу, но учитывая то, что такие города, как Минск, я не знаю, там Берлин Восточный и так далее, Варшава, да, они все застраивались примерно в одном стиле, естественно, под заселение, но как сказать под заселение. Города уже были заселены, проблема была в реорганизации этого. То есть дать людям новое жилье, устроить там было продумано все, вплоть до ширины улиц, для организации внутриквартальных пространств. То есть все было абсолютно продумано для того, чтобы человек жил в комфортной среде. Другое дело, для того, чтобы вот эту всю орду вот так вот туда поселить, это сколько же надо было таких сталинских домов понастроить. Поэтому Хрущев, как бы кто его не любил, но со своими этими пятиэтажками явился настоящим спасением вообще для Советской России, тем более они делались из этого, что называется prefabricated, полуфабрикаты из готовых конструкций, это мы сейчас там хрущевки сносим, а в 60-х годах из коммуналочки переехать, где у тебя отдельный сортир, и душ, из барака, да, из какого-нибудь. поэтому, вот можно вернуться к планам какой из планов, которые мы сегодня смотрели, он был все-таки превалирующим и реализован больше стекла. план был на самом деле конкретный план, был конкретный план, я вам сейчас его покажу, одобренный, он выглядит вот так, вы не поверите, есть в интернетах, 35-й год, Чернышев и забыл фамилию второго архитектора, авторы, ну на самом деле там работала группа архитекторов, конечно же, вот этот план уже вот, да, вот, видите, тут новый проспект, вот здесь в смысле скромный, он здесь просто уже с прочерченными линиями, если вы наложите на этот план существующую сетку улиц, вы поймете, что он вообще ни разу не скромный, он настолько не скромный, да, ну вот это вот, вот смотри, вот это все сносится, к чертовой бабушке, вот ордынка, видите, какая широкая, вот расширение стадового кольца, вот новая магистраль, и т.д. и т.п., вот новое бульварное кольцо, привет третьему транспортному, да, то есть, а вот как вам вот это, ну, то есть, а расширение садового кольца, то есть, если оно там только в одном месте широкое, а дальше такая, ну, садовое кольцо, все было узкое, оно было такое же, как тверская, все садовое кольцо расширили, все, вот, вот то, вот это, да, 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 наверное, это уже идет система улиц, площадей, я так думаю, но, в принципе, если бы вы жили бы в то время, вы могли сказать, я не согласна с планом, товарища, вы посмотрите, какое здесь бутылочное горлышко, моя Мазерати не проедет, или, как, реношечка, как говорила Лиля Брик, привези мне реношечку, говорила она, Маяковскому, вот это опробированный и утвержденный план Москвы, да, пожалуйста, все для вас, уплочено же, я хочу обратить ваше внимание на то, что, ну, вот, видите, например, какая идет застройка, да, ваше внимание, что, оставляли все вот эти вот зоны вот здесь, что характерно, храмы там не планировали, и коттеджи, да, бездухов, не, на самом деле, был духовный, общество было духовное, только оно было духовное по-своему, и, вот, что тоже важно, видите, вот, вот эта вот часть, ну, чтобы не обидно, мы южным, и почепок покажем, вот, красный полутир, это старый город, вот, видите, вот это спрямление, вот здесь вот расширение идет, видите, южный порт написано, вот спрямление, Андреевский канал пошел, Дорогомиловский канал, жилая застройка и парки, жилая застройка и парки, но я, нет, я думаю, что промышленность здесь просто не показана, не показана на самом деле, где она находится, я не знаю, что вот, что вот это такое, вот это вот, вот это, что вот это такое, Дорожные узлы там, вполне возможно, да, ну да, 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 похоже, похоже, это же, это же, да, точно, точно, видите, просто, когда есть коллективный разум, ну, что, все, да, Павел, а до революции никаких планов, преследок не было? Были, были планы, вот я уже про метро говорил, были планы реорганизации, и даже столица Петербурга, там, Бенуаз компанией выступал, планировали пробить Дублер Невского проспекта, и в Москве, про Москву меньше думали, потому что, ну, Москва, она, ну, что там, 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 спая атмосфера, но, но, то же самое, Первая мировая война, потом, причем, это очень активно обсуждалось, вот именно, где-то, начиная с 1905-го и в 1910-х годах, вот, прямо были проекты, на самом деле, и метро устроить, вот это наземное, но Первая мировая война, а потом, ну, что, сами знаете, что произошло, потом уже другие люди начали свои планы воплощать, были, на самом деле, планы реконструкции Нижнего Новогорода, и Ленинграда, но я об этом вам сегодня не говорю, но сегодня Москва, да? При смесенных церквях, в плане, если рассматривать их архитектурно, они были очень однообразны, однотипны, либо там были действительно какие-то сокровища? Ну, в Москве, по сути, если вот, ну, так вот, меня, конечно, искусствоведы сейчас закидают, как бы, помидорами, но в Москве, если по сути мы посмотрим на типажи храмов, мы увидим три направления, это Нарышкинская барокко, да, то есть затем дореволюционные храмы, но не Нарышкинская барокко, а все остальное, это, простите, классицизм, есть пара, тройка таких, ну, они называются барочными храмами, вот на Петровке, по-моему, есть один, ну, такое там барокко, знаете, после Питера, после какого-нибудь этого Никольского собора, какой-то такой барокко очень, очень скромненькая, да, и, ну, и последнее, это вот уже не овсе возможно, ну, например, храм Христа Спасителя, да, то есть какая-то стилизация, все, побольше вы никаких там супер-пупер отклонений вы не найдете, это в Петербурге вы приедете, там есть Чесменская церковь, Фельден построил, вообще совершенно чумовая, есть чисто барочный, вот тот же самый Никольский собор, есть классические церкви, чего в Петербурге нет, это до Петровской, естественно, архитектуры, ну, понятна причина, вот за это я люблю Москву, да, то есть тут на Малой Дмитровке, там этот храм в Путинках, или в Путинках, как правильно, наверное, говорить, да, это потому что они Путинки, ну, это же, это шедевр, да, то есть абсолютно без вообще какого-то сомнения, белые, да, белые с такими синенькими, этими башенками, очень красивый храм, мне очень нравится. Есть Китлинский, Богоматери, храм, он уже в метро, в Дмитровке, если мы, как только мы говорим Москва, то есть храм, то тут, понимаете, их сейчас-то, а можете представить, сколько раньше их было, Он как раз вот не писывается во многие... Не, безусловно, но я говорю про основные тенденции, вот, которые прямо бросаются в глаза, и как-то, безусловно, конечно, люди более подкованные в историях архитектуры, и там, окончившие Академию художеств с дипломом искусствоведа, они вам тут сейчас все разложат про этапы, про периоды, про определенные элементы, вот тут у нас больше Владимирская, как бы, история, тут у нас больше Ростовская, а тут у нас Псковская, и так далее, то есть да, но если вот как бы по-простому, то вот как я рассказал. Все? Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Не расходите.